всем добрый день время 12 часов 19 августа четверг сходила в магазин за продуктами сейчас покажу что купила купила хлебушка вот два по половинке черного ржаной один белый но это не себе это на это гостям так купила мы два молока два кефира сметана сыр гауда капуста картошка чеснок конфета ласточка пастила пастила с мармеладом вот это сладости это я не себе купила это на поминки вот это вот сладкий стол и раздать конфетки изюм это я буду рис с изюмом готовить забыла как это блюдо называется и так все остальное а еще купила полотенце для рук и и малюкс полотенце я купила раздавать поминать купила только одно потому что еще там еще два хотела купить нас три семьи вот три полотенца хотела купить там на три семьи по по полотенцу мне пробили только одно потому что на остальных не было qr-кода сейчас я пойду еще в другой магазин схожу в другом куплю еще пару полотенце полотенечков может еще чуть платочки какие-нибудь так ну в общем вот кое-что купила из продуктов там здесь меня рыба вечеру пожарю рыбу так сегодня мне нужно напечь блинов на топленом молоке буду печь блины на завтра на поминки так кисель я сварю завтра когда мы с кладбище приедем нас народу немного нас всего шесть человек и дома одной пачки киселя хватит на литр воды честно говоря хотелся пачки взять но забыла но я думаю что нам этого хватит вот нас немного народу всего шесть человек так картошку отварю вот рыбку купила две штуки копченую такую рыбку положу на стол еще жареная будет ну помидоры огурцы там фрукты все это есть так вот я думаю наверное надо будет лапшу сварить так что я достаю вообще-то у нас пост мы мясо не едим придут люди гости когда я наверное все таки сварю лапшу куриную здесь у меня рыба размораживается пусть теперь еще курица размораживается народу мало поэтому помянем дома ничего страшного нас не так много тесном семейном кругу надо будет сегодня я еще сварю рис с изюмом так вот рис это кутья до называется так я забыла мед купить а нужен ли там мед мед нужен блинам у нас есть варенье еще смородиновая где-то большая банка есть еще мед забыла купить но ничего страшного без меда обойдемся с маслом поедим с вареньем со сметаной сметану купила так ну ладно мед наверное я сейчас еще пойду магазин может быть мед куплю так надо ребятки кое-что купила придется еще магазин сходить потому что я купила не все а завтра я а завтра уже похороны с утра так что надо сегодня все делать пойду еще в один магазин схожу если там нет через дорогу еще в 1 схожу так на улице 26 градусов жара на может быть к вечеру опять дождь будет так ладно сейчас я все уберу все продукты пойду еще схожу магазин всем добрый день еще раз сходила магазин докупила то что забыла купить сок купила мультифрут дары кубани мед купила еще два молока долго играющих запас просто молоко так 1 такая кружечка у меня разбилась пришлось новый купить так молотый перец черный 2 хмели-сунели 2 носочки себе купил 2 пар черненькие на работу на работе носить так мощи средства для посуды для снятия лака черный жемчуг дневной ночной крем краска гаранье благородный рубин цвет называется волосы покрашу перейду пуском постригусь сначала так колбаски купил нарезки 2 на стол на поминки завтра и вот такие наборчики на каждую семью каждая семья по два человека наборы купила вот такие вот тут два кухонных полотенца одно вафельное другое вот такое как салфетка вот сможем вот такой набор это племяшки с мужем это сестре с дочкой но брата не знаю там есть еще одно полотенце может ему другое полотенце подарить который вот я купила перед этим голубой ему что его дам да надо брата еще и мало кусочек у меня дома есть другое найду все вот такие дела ребята все что хотела купила теперь мне надо сейчас я попью чайку допустим мороженое съем и уже буду думать что готовить на завтра так вот рис 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 отварить рис наверное сейчас отварю рис с изюмом сделаю так что еще сейчас наверное буду печь блины напеку блинов на топленом молоке рис мультиварку потом вечером отварю курицу еще хотела рыбу пожарить короче сейчас буду готовить и теперь еще хотела квартире чуть-чуть прибраться может быть еще надо это пол протереть будет ближе к вечеру чем дел у меня полно ребятки так что сейчас пойду делами заниматься вот наверное еще тысячи полторы две потратили потому что ну крем дорого стоит вот для лица это крем краска крем для лица дорогой все остальное более-менее по-божески что-то на улице как-то жарковато наверное дождь будет вот сейчас смотрю на градусник 25 градусов вроде уже сказали что жара спадет а все равно жарко голова разболелась давление что ли по низу повышается то есть температура на улице снижается у меня на понижение температура давление подскакивает но не всегда но если резко снижается но вчера днем жара была 32 сейчас в 25 но пока на 7 градусов похолодало но с утра было наверное 22 ну вот так резко на 10 градусов на 10-15 градусов когда падает температура у меня начинается головная боль то ли сосуды сужаются то ли что ну но не сильно но что-то как-то вот на мозги что-то давит чувствую что на пятерочку хотя бы на пятерочку давление наверное повышена чуть-чуть буквально расслабляться мне некогда дел у меня попал но слава богу завтра не работаю отгул взяла на завтра как раз вовремя был у меня отгул один заначки он мне пригодился вот завтра как раз похороны так что будем тетю галю хоронить такие дела что делать народу нас будет немного у нас родственников москве не так много всего семь человек было 9 осталось 7 вот брат на изоляции то есть можно его не считать я даже не знаю приедет ли он на кладбище хотя бы на пять минут если приедет его могут штрафовать наверное не приедет он на изоляции сестра двоюродная дочку тоже наверное с собой не возьмет на кладбище не знаю возьмет не возьмет принципе она уже не маленькая четырнадцать с половиной лет как-то уже должна приобщаться к взрослым делам ну как это не взять на похороны бабушки я не знаю брать не брать наверное надо а йод не помню она была у мишки на похоронах а не было ее она была в лагере в этом каком-то она базе отдыха отдыхала где-то под москве каникулы как раз были ну как-то не знаю мне кажется детей надо как-то с детства ну привык приобщать чтобы они знали что такое похороны как ну как будто это же нас в памяти на всю жизнь остается так она будет помнить что она была на похоронах у бабушки а так скажет да я не помню никакую бабушку в общем не знаю брать не брать ну короче если брат не приедет а племяшку не возьмут двоюродную то нас вообще пять человек только будет хотя когда хоронят больного после к вида по моему как раз больше пяти человек и нельзя собираться так что туда поедем кто на чем ну может на машине я она на с сестрой поеду микроавтобусе ну где гроб будет ну как-то с трудоверную одну оставлять как-то не очень наверное муж на машине поедет и возьмет с собой нашу мою племянницу с мужем я с сестрой поеду наверное на микроавтобусе или если девочку она с собой дочь возьмет эту маленькую то племяшку мою двоюродную его возьмет она будет с нами микроавтобусе в общем не знаю может мы машину посадим отправим не знаю посмотрим завтра у нас будет трудный день но и сегодня мне вот надо подсуетиться нас всего-то я же говорю нас всего 5-6 человек на 5-6 человек я сама приготовлю к нам просто на обратно пути к нам заедем покушаем помянем и всего ну куда нам в кафе что лети куда-то на 5 человек кафе заказывать какой смысл зачем эти в кафе деньги тратить если можно прийти дома покушать сейчас наготовлю что смогу чем ладно ребятки всем пока пока вот сегодня завтра такие два трудных дня субботу буду уже отдыхать от всего настраиваться на свои дела на приближающийся у меня отпуск через две недели мне то есть надо уже своими делами заниматься воскресенье работы в субботу надо будет уже переключиться и от всего отдыхать конечно понедельник уже 9 дней будет кстати может быть понедельник мы еще раз едем на кладбище так сказать не везти к миша зайдем заодно там они рядом на одном участке будут но буквально в 10-15 шагах то есть прям рядом на одном участке тетя галя и там же где ниша наш на одном участке пределах видимости даже можно сказать так что все ребятки побежала я делом делами заниматься всем пока пока не не исключайте когда буду снимать но завтра навряд ли субботу ну не знаю когда в субботу тоже навряд ли по возможности по мере возможности может быть воскресенье перед работой может понедельник очень не знаю ребят ребятки как получится ребята девчата всем пока пока в субботу Продолжение следует...